в сегодняшнем видео я хочу сравнить два приложения первое это adobe after effects и fusion и я хочу сравнить их плечо к плечу и понять какая из этих программ лучше замечу для моушн дизайна я разбираю именно с точки зрения моушн дизайна не визуальных эффектов или композитинга а именно мошен графики еще один важный момент я буду сравнивать именно фьюжн который находится в daVinci resolve не отдельное стендалон приложение если вы готовы тогда давайте под чаек сравним итак давайте начнем с цены давайте мы зайдем на сайт adobe и посмотрим сколько стоит приложение у них регион я выбрал америка чтобы было более понятно по ценам что было в долларах значит вот after effects стоит 21 доллар в месяц за одно приложение или же за все приложения 53 доллара если мы это все переведем в годовую оплату мы получим 250 долларов в год за одно приложение или же 636 за все теперь смотрим daVinci resolve я перешел на сайт bnh и вот мы видим что 17 версия стоит 295 долларов еще и в комплекте дают speed editor вы платите один раз 295 долларов и это приложение теперь ваше навсегда конечно же в ценовой схваткой побеждает фьюжн двигаемся дальше давайте сравним количество поддерживаемых форматов обеими приложениями оба приложения поддерживает примерно одинаковое количество файлов но преимущество у adobe after effect одним из главных недостатков фьюжена является то что он не поддерживает векторные файлы что очень важно для мошен дизайнера если вы например хотите добавить логотип вам нужно его сначала сохранить как png или же если у вас логотип достаточно простой вы можете в экспортировать как свежи кстати свежи after effects не поддерживает странная штука правда ну так или иначе плюсик идет в пользу after effects следующий параметр pixel perfect что это такое под этим понятием я подразумеваю то насколько удобно работать с сеткой и вообще с макетом то есть то насколько вы можете удобно располагать объекты по вашей композиции выравнивать их между собой и чтобы ваши пиксель находились в нужных местах выравнивание сетки гайды всего этого нету во фьюжен и это очень печально потому что нам как дизайнерам всегда хочется чтобы каждый объект был на своем месте и он был выровнен по соотношению с остальными элементами или композиции в общем и здесь нам нужно использовать костыли во фьюжен и по типу создания ноды сетки и уже как бы на глаз ориентируясь по этой сетке вы можете расставлять элементы что я считаю очень неудобно если у вас таких элементов очень много и вам нужно выровнять их по горизонтали или вертикали эта задача является супер сложной и вам придется тратить кучу времени лишнего времени на такие мелочи поэтому здесь однозначная победа идет в сторону after effects простота использования конечно же в этом пункте мне очень тяжело быть беспристрастным потому что я уже больше десяти лет работаем нас after effects я привык к системе слоев и главное отличие after effects от фьюжена это именно но давая система которая может показаться достаточно сложно новичку но по правде говоря проработав примерно неделю я конечно страдал достаточно сильно привычка сохранилась работы со слоями но примерно через неделю я привык и мне даже показалось эта система удобно и сейчас я когда открываю фьюжен я достаточно быстро создаю эти нодовые деревья и решаю как бы свои задачи но все же для motion дизайна motion графики я считаю что наличие слоев и наличие возможности его подрезать где ты визуально видишь дети начинают слой где он заканчивается критически важно для motion дизайна и в этом плане но давай система по моему мнению проигрывает системе слоев именно в motion графики поэтому плюсик after effects плагины и скрипты здесь конечно же бесспорно побеждает after effects потому что за годы существования программы было создано десятки сотни то и тысячи различных плагинов скриптов которые очень сильно упрощают работу об этом есть отдельное видео на канале можете посмотреть южно в этом плане нужно еще поработать и я думаю этот процесс немножечко затянется потому что идет такой процесс раскачки у автора это уже все есть поэтому я считаю что в этом пункте побеждает after effects могут против макрос кто же из них круче для тех кто не знает фьюжен и after effects очень плотно интегрированы с монтажной системой в данном случае фьюжен интегрирован в daVinci resolve а after effects хорошо интегрируется с пример про и в авторе и во фьюжене можно создавать шаблоны которые можно редактировать непосредственно в монтажной программе ну например вы создали какую-нибудь нижние поля или текст который вы можете потом легко редактировать уже непосредственно на монтаже без того чтобы заходить обратно там во фьюжен или открывать автор по моему личному опыту я считаю что во фьюжене эта интеграция происходит намного лучше через макро в который можно запихнуть практически все настройки которые вот вообще есть в вашей сцене могар тоже хорош но там намного меньше параметров которые можно экспортировать но одной из фишек могарта является то что в бета-версии они сейчас тестируют возможность экспортировать изображение то есть вы сможете в самом пример про экспортировать заменять изображение в шаблоне что очень круто все это конечно же еще в бета-тестирование и работает это ну кое-как я тестировал и не особо доволен был потому что чип отключивает так или иначе это бета-версия и пока еще не было релиза и поэтому победа у нас идет в пользу макро то есть южину время рендеры здесь я конечно говорю больше про превью именно самого таймлайна то насколько быстро отображается и проигрывается элементы я не могу сказать что у меня прям супер мощный ком хотя собрала его не так давно об этом есть отдельное видео но замечу что after effects показывает намного более слаженную работу по сравнению с южин и особенно это заметно когда у вас есть какие-то большие сцены где много что происходит много анимации много всяких взаимодействий и я заметил что after effects с одним справляется но намного лучше несмотря на то что и там и там можно использовать понижение разрешения прокси и так далее поэтому преимущество здесь конечно же на стороне after effects глючность сейчас я говорю все-таки больше про 16 версию потому что есть не работал намного больше хотя уже есть и 17 но тем не менее вылетал фьюжин у меня просто очень много раз особенно когда я делал сложные сцены они могут казаться несложными в after effects но фьюжин от них нормально потерпал я думаю связано это было с тем что он не так хорошо оптимизируем по сложные задачи сцены но control s для меня стал мантра номер один и все время любое действие которое дело я практически все время нажимал control s на всякий случай чтобы не потерять то что я уже сделал в этом плане after effects по стабильнее подожди стоп after effects тоже глющный скажете ну конечно да авторы авторы глючные и это не секрет но тем не менее даже по сравнению с глючным after effects там фьюжин у меня вылетал намного чаще чем сам автор и если так сравнивать были дни когда он у меня вылетал по нескольку раз за день и это конечно же сильно демотивирует особенно когда вы не сохраняете сцены поэтому control s это должно быть ваше спасение ну что давайте подведем итог что у нас по результатам в этой серьезной схватке побеждает after effects уверена фьюжин отличное дополнение для монтажной системы он еще недостаточно хорош именно для motion дизайна да он решает многие задачи вы можете создавать там титры разные графические элементы но этого недостаточно для полноценной работы как motion дизайнера вот такое получилось сравнение если вам видео понравилось и было полезным поставьте лайк не забываем подписываться на канал там внизу есть такая красная кнопочка подписаться на канал спасибо за просмотр и до скорых встреч